Ну что же, мы едем в Москву. Мы уезжаем из согнивающей Америки и едем в Москву. А вот уже и таблички на Москву. Говорят, в разных штатах, в 23 вроде бы разных штатах, есть деревня какая-то, ну или что-то типа город. Вот, с названием Москва. Так же, как и Одесса есть там в нескольких штатах. И что там еще, Санкт-Петербург есть во Флориде. Так что в этом ничего, ничего особенно необычного-то и нет. Сейчас мы съездим, посмотрим, что это там такое. Где-то здесь уже должен быть съезд. О, в Москву сюда. Съезд номер 22. Ничего здесь особенного, кстати, и не будет видно. Вот так выглядит город Москва. Вон лес, столбы деревянные с проводами, ну все как положено. Сейчас посмотрим. 45 миль в час скорость здесь. А нормальная такая скорость 45 на такой дороге. Как-то узковатая и вроде, ну, дома вокруг. Волком ту Москву. Вон нам даже было написано. Большая такая табличка. Ну, не такая же большая, да, там небольшая. Но табличка. Поля. Вот все эти люди, вот все эти дома, они находятся в городе Москва. Фусейл. О, дом продается, а ничего такого, нормально. В камеру он не попал. Вон какая впереди дорога, красивая. На камере, на видео всегда, всегда не так, как на самом деле. Вот глазами так вниз, ух, а потом вверх. Глазами все равно интереснее смотреть, чем на мониторе или телевизоре. Но, как есть. Мы, кстати, в сторону центра движемся. Вот на экране прям Москва написано. Вот это вот, в сторону центра. А вот оно уже исчезло, оно тут, видимо, увеличилось. Только что вот здесь вот был центр нарисованный, прям Москва написано. Я даже не знаю, куда мы тут точно едем, но сейчас просто проедем вокруг, посмотрим, что здесь. Видимо, школа какая-то, вон, с битлами. Школы сейчас нет. А где сама школа-то? А вот школа, вот московская школа. Выглядит, кстати, прилично. И не то, что там в Нью-Йорке все эти школы там с решетками вонючие. Здесь вон прилично выглядит все. Никаких решеток нет на окнах, сеток, как в тюрьме. Все-таки Нью-Йорк, конечно, отличается от Америки. Как говорят, Москва отличается от России. Я так слышал. Во всяком случае, многие говорят так. Вот и Нью-Йорк, не Америка. Ну, обычные дома, как и везде, в принципе. Газоны пострижены. Обычная пластиковая обивка сверху, которая по-английски сайдинг называется. Как по-русски точно правильно вот этот сайдинг? Как оно? Обивка? Я не знаю. По-моему, так и говорят сайдинг. Не, ну это уже здесь так говорят, потому что русский язык забывают. Я, видимо, уже забыл. Я даже раньше это слово использовал. Как это называется? Не обрамление, а... Короче, не помню я. В общем, то, что снаружи. А вот и Мейн-стрит. Вот, наверное, раз здесь Мейн-стрит, то есть вот это главная улица. И, значит, это, ну, самая главная улица города, значит. Ну, город это очень громко сказано. То есть, ну, деревня. Но говорят, это Москва одна из самых больших в Америке, кстати. То есть любая другая Москва в каких-то там штатах других еще. Вообще мелкая совсем. Это, можно сказать, самая крупная Москва. Из всех остальных. Пиццы здесь. На какой-то экскурсии нам говорили, что это Москва вторая по величине в мире. А, или вторая по величине. А, по величине в мире. Да. В мире, да. Можно посмотреть, на самом деле. Почитать, может быть, где-то. Может, даже в той же Википедии. Площадь, сколько населения. Можно будет, надо будет посмотреть. Если я найду для тех, кто смотрит это видео. О, no turn on red, между прочим. Для тех, кто смотрит это видео, ссылка будет в описании, если я чего-то найду. Вот до скрента на 12 миль написано. До Страсбурга 33. А что нельзя на красный-то поворачивать? А, ну здесь вроде как угол слепой, наверное, поэтому. Потому что, ну, иначе-то везде можно. Ну, когда знак, значит, нельзя. Old Summer Clark. After Home Life Business. А, значит, это, значит, это страховая. Страховая компания какая-то. Раз такое все. Написано Insurance Group. А, вон еще, Insurance Group написано мелко. Insurance. Или Insurance, как говорят жители Брайтона. Insurance. Insurance. Ну вот, наконец-то, мы дождались зеленого света. О, железная дорога какая-то здесь, не знаю, действующая, хотя, судя по состоянию действующая, ничего не заросло. Магазин долларовый, бензин не заметил, по какой цене, ну где-то 2,55-2,59, наверное, за галлон. Здесь подороже, чем у нас, конечно. Почка в асфальте. Вот здесь дорога, кажется, шире, а скорость 25 миль всего. Может быть, из-за поворота, из-за горки. А здесь, кстати, вообще кладбище какое-то мы сейчас проезжали. Было написано Московское кладбище, Московский Семитрю. Прямо так и написано. Ну, я так понимаю, ну это же Мейнстрит, да? Ну да, Мейнстрит. Что-то как-то слабовато, что-то я не вижу даже практически ничего. Где Мейнстрит-то? Продаются какие-то эти чуланы для заднего двора. А где интересный сам, вот как центр города-то? Ну, хоть что-то есть вообще? Или ничего нет? Так как будем ехать в пустоте. Вон дома не стоят, ну все. В принципе, что еще надо? Так вот люди живут? Тоже дом какой-то, ну, может это жилое, хотя нет, жилое, похоже. Право, слева там, там Киндональдс, опять только что Макдональдс, Московский проехали. Ну, в общем-то, это, наверное, все. Насколько я помню, здесь мы уже ездили раньше, здесь больше ничего особенного и не будет. Снова дома. Ну, и все, и никаких ничего. А сейчас мы где-то повернем направо, и там, там будет дорога красивая. Тоже будет так вниз, ух, а потом вверх-обратно. И на вид это будет очень, очень приятно. Ну, в общем, так и выглядит Москва. Американская Москва. Все, и везде газоны пострижены все-таки. Что-то даже не видно, чтобы, ну, где-то прошено было. Вон, площадка целая, детская. Садик. Это садик такой? А, да, вон, вон, вывеска тоже про садик там что-то. Ну, вот, скрэнтон-попа на хайвэй мы куда-то поворачиваем. Вот, по-моему, нам сюда как раз и надо. Сейчас настрою, куда нам надо. Recently found, вот этот вот адрес. И мы уже поедем тогда, туда, куда мы лезем. Потому что, потому что пора, да, вот уже надо направо. Что-то красивая дорога. А, да, красивая дорога, но она только в зеркало видна. Хорошо. Жаль.